Якутскую ГРЭС-2 официально запустили. Команду на запуск станции в режиме телемоста из Москвы дал председатель правительства России Дмитрий Медведев. В первую очередь, ЕГРЭС-2 – один из приоритетных проектов по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке. Стоимость объекта – более 30 миллиардов рублей. Торжественную церемонию посетила Александра Охлопкова. Якутская ГРЭС-2 заменит выбывающие мощности старой станции, которая была построена в 60-х годах прошлого века. Она обеспечит энергетическую безопасность центральных и заречных улусов. На торжественной церемонии глава кабинета министров страны назвал символичным открытие ЕГРЭС-2 в год экологии. Новая станция – это гарантированный свет, тепло во всех домах, в детских садах, в школах, в больницах. Это, безусловно, освещенные улицы городов и поселков. И, конечно, это серьезный импульс для динамичного развития самого региона. Здесь появятся новые возможности для реализации крупных проектов, для создания новых производств и создания новых рабочих мест, поскольку для всего этого нужна энергия. Новая станция отличается от других проектов тем, что используется в качестве топлива природный газ. Здесь теплоэнергостанция работает с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на базе современного газотурбинного оборудования с эффективностью топлива в 75%. Тем самым является самой мощной станцией на Дальнем Востоке. Обеспечит потребности существующие. Более того, мы переключение делаем по теплооснабжению. В этом году уже у нас 106-го квартала котельная «Якутская энергия» будет потреблять теплооснабжение. В следующем году три котельных теплоэнергии. У нас стоит задача обеспечить максимальную нагрузку «Якутская энергия» как по теплу, так и по энергии снаржения. Объект начали строить с 2014 года по указу президента России. В 2015 году были закрыты тепловые контуры зданий, начать монтаж труб. Испытания начались с прошлого года. А 1 октября с 2017 года включение в работу новой станции позволило в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение центрального энергорайона Якутии. Грязь якутская дает определенные сбои в своей работе. Дело в том, что в начале 60-х годов построенная электростанция газотурбинная была экспериментальная. И, соответственно, никаких запчастей, никаких возможностей ее восстановить уже в последующем не будет. Поэтому мы в свое время обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И он дал поручение и профинансировал своим указом Росгидро, чтобы построить ГРЭС-2 в городе Якутске. С введением в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 республика вошла в энергосистему страны. Также планируется построить вторую очередь станции. Проект предполагает две очереди. Первая очередь четыре машины, которые уже сейчас установлены и до сегодня дают электроэнергию. И вторая очередь еще три таких же машины. То есть это дефицит мощности у нас где-то за 24-м годом. То есть есть еще время и для принятия решений, и для строительства будет эксплуатация вторая очередь. После ввода в работу новой станции изношенное оборудование Якутской ГРЭС в течение нескольких лет будет постепенно выводиться из эксплуатации. Также введение масштабного и финансово емкого объекта не отразится на тарифы потребителей. Казаха, Якутск.